В субботу в Ярославле прошел день физкультурника. На празднике было немало студенческой молодежи. Тренеров, чьи воспитанники добились высоких результатов, отметили почетными знаками и грамотами. Гибкость, легкость и необычайная точность в движениях. Показательные выступления акробатов и гимнастов добавили эмоции и красок к празднику. Спортсмены продемонстрировали прекрасную физическую форму. Дорогие друзья, времени еще, конечно, 10 часов. Еще рановато. В одной день принялось бы поспать. Но день физкультурника – это день физкультурника. И, как всегда, день физкультурника должен начинаться с зарядки, как и вся наша жизнь. Когда мы с вами заезжаемся, почувствуем себя бодрыми, веселыми, тогда удача способствует нам. Почетными знаками и грамотами награждали лучших тренеров и руководителей спортивных школ. Отметили достижения в таких видах, как акробатика, гандбол, плавание и многих других. Но главное, чтобы спорт не только демонстрировал высокие достижения, но и становился все более массовым. Ведь в здоровом теле, как известно, и здоровый дух. Ярославль является древним и спортивным городом. У нас занимается спортом порядка 25% населения. Это достаточно большая цифра, и эта цифра неуклонно идет вверх. В ярославских учебных заведениях мечтают возродить традиции сдачи норм ГТО, наполнив их новым современным содержанием. Так, чтобы молодежь еще больше потянулась к спорту. В Ленинградском университете, где я учился на химическом факультете, спорт был очень хорошо развит. Это была одна из сильнейших кафедр физической культуры и спорта. У нас были сборные почти по всем видам спорта. Я могу вспомнить только знаменитых спортсменов, которые закончили. Я не говорю о президенте России. Он был членом сборной поджидо, как известно. Это Анатолий Карпов, Татьяна Казанкина и многие-многие другие. Я занимался лыжными гонками и многоборьями ГТО. У баскетбольной сетки в тот день было тесно. На празднике было видно, что молодежь стала чаще говорить «нет» вредным привычкам и «да» спортивным занятиям. Я с детства занимаюсь. Мне нравится. Развивает, развлекает. Это все-таки удовольствие. Это другое состояние, так скажем, по сравнению с тем, что идет на обычной работе. То есть здесь мы отдыхаем всем. Главное, чтобы даже после праздника осталось стремление заниматься физкультурой. И похоже, что тех, у кого спорт стал каждодневной привычкой, с каждым днем становится все больше. Нина Свечникова, Владимир Чернов, Городской телеканал.